С двухдневным визитом в Ригу приехал министр иностранных дел Беларуси и один из приближенных президента Александра Лукашенко Владимир Макей. В свете происходящего в соседней Украине, свои отношения с Европейским Союзом намерены пересмотреть и Республика Беларусь, заявил Макей сегодня на встрече с главой латвийского МИДа. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей один из немногих представителей правящей белорусской элиты, кому разрешен въезд на территорию стран Евросоюза. Хотя еще три года назад, когда Макей занимал пост главы администрации президента Беларуси Александра Лукашенко, в черном списке значился и он, как причастный к жесткому разгону акций протеста в день президентских выборов. Сегодня, после событий в Украине, Беларусь заговорила о переформатировании своих отношений с Евросоюзом. Общественное мнение о европейском. Зачастую Беларусь слишком демонизирована. Некоторое время назад нам ставили пример Украину, но мы видим, что сейчас те же самые представители, скажем, европейского правиламента, которые побывали в Украине сегодня, говорят, что это не пример, что Янукович это диктатор. Да, проблемы определенные в отношениях между Беларусью и Европой существуют, но эти проблемы могут решаться и они должны быть решены. Граница Беларуси с Европейским Союзом тянется на 1250 километров и ежегодно через нее на территорию ЕС нелегально проникают нарушители со всей территории России. Это десятки тысяч человек в год. Вот одна из проблем, в решении которой нужна помощь Евросоюза, как и в борьбе с торговлей людьми, наркотиками, а также налаживании транзита через территорию Беларуси. По мнению политолога Карлиса Даукшца, Беларусь именно в лице Латвии надеется найти адвоката для своих отношений с ЕС. Все постсоветское пространство фактически пристально смотрит на те события, которые есть на Украине. И исходя, отталкиваясь от этого, происходит вот эта возможность как-то посмотреть, что делать именно режимом. Все-таки мы достаточно близкие соседи. У нас очень, в принципе, хорошее человеческое взаимоотношение, которое существует веками между белорусами и латышами, и белорусами, латгайцами особенно. В наших двусторонних отношениях мы видим положительную динамику. И в экономике, и в региональных связях, образовании и культуре. Я думаю, что и политический диалог у нас будет все более интенсивным. В следующем году Латвия станет президентствующей страной в ЕС. Неразвитие отношений с Беларусью для страны будет приоритетом, заявил глава латвийского МИДа Эдгар Селенкевич. В ходе своего визита в Ригу Владимир Макей встретился и с министром сообщения, президентом Андрисом Берзенчем, а также планирует посетить Рижский порт.